Что я здесь делаю? Да, делишки. Со службы я иду. Я наставник, по слову Божьему. Я атаман хутора, здесь, в Екатеринбурге. Мы открыты для всех, всяких вероисповеданий. Только, ну, исключая язычников. У нас их нет. Я, когда в казачество пришел, я с Библией в руках пришел тогда. Я им сил дам. Мы победим в революции этого 91-го в августе. Это наша революция была. Русская. Мы свергли все советское. Советский Союз – это тюрьма народов. Патриотом я вообще никогда не был с детства. У меня только вера в Бога и нация. Ну, а родины вообще у меня не было. Она мне не нужна была. Потому что я… Это для меня, например, сам вот этот Урал в зоне самой поганой. Ну, арктическая – это вообще самая мерзкая мерзость. Урал раньше находился в экваториальной зоне. Тут росли пальмы. Изменение климата произошло во время потопа. Например, в Антарктиде прорубили льды и нашли там пресноводное озеро и тропический лес застывший. Это очень интересно. Вот, например, мамонт оттаял на Таймыре. Так выяснили, что он утонул. Так что, ну, это… это вполне. Вышел зверь из моря. С семью головами, десятью рогами. На головах у него много диадемы. Одна из голов его была смертельно ранена. Вдруг его смертельная рана вылечилась. Все дивились и поклонились зверю. Открыл он уста свои для хулы на Бога. Хулить Бога и живущих на небе. Мне Всевышний раскрыл первая голова раненая смертельно, которая излечилась – это Ленин. Коммунисты – враги Бога и враги человечества. Такие. Красный флаг. Кровавый. Кровь. Убийство. Святой порядок – это крепкая семья. Вот так. Потому что, если семьи нет, нет и государства. Семья – это маленькое государство. Главное – мужчина, женщина, только его слуга, помощница. Тут именно главное, чтобы была взаимная любовь. Мне как-то одна православная говорит. Ну, говорит, вы это один. Тоже Библию читал, читал и отошел от православия. Написано там – нельзя касаться женщины. Нельзя смотреть на женщину. Тьфу. Тьфу. Это потом я уже выяснил. Конечно, это внесено было греками. Все эти греки – прогнившая нация. Это полностью были гомосексуалисты. Все. Идолопоклонники. Мерзость вообще. Ну, я это, конечно… Я все это отбросил. И поэтому я полностью принял иудаизм, как свою религию. И исповедую только Тору я. Вот у меня есть имя. Ну так, русское имя – Герман. Но есть и имя – Израиль. Мне Всевышний сказал, что я должен называться так – Израиль. Вот, говорят, никто Бога не видел. Никогда. Видели Бога. Род Моше его видел. Вообще, весь народ Израиля видел Всевышнего. Ну и я видел его. Мне было видение. Приснился сон. Две книги. Одна – это Евангелие, полностью запыленная, пыль толста. Я должен счищать грязь всю. Пыль. И вторая книга – там черная. На ней надпись «Жизнь без любви. Путь в погибель. Любви к нему». Я и сам уже давно считал, что самая лучшая, хорошая для меня цивилизация, построенная людьми – это мертвая цивилизация. Одни черепа, кости и разбитые храмы. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот так. Так и будет. Народ – это толпа. Толпа есть толпа. Напинай их хорошенько. И все будут подчиняться. Все. Рабы. Будут. Вот. И к тому же мне Всевышний и говорит, любого человека вспомнишь, любого, не только друга, но и врага. Молись, чтобы я помиловал его. Ну, рад был с вами поговорить. Храни вас. Рабы. Нет. Выдос. 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 Возвращение к灯. Я что-то самое. Выдос. 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 В получ Leave. Возвращение к灯. Я что-то не cage. Что? Делишки? Делишки делаю, со службы я иду. А где вы службы? Казачьи. А у вас, на самом деле мы заметили, что у вас такой блокнот интересный. Блокнот интересный. А, это я изучаю и даю язык. Какой? Это язык Библии.